Если пребудете в слове моем, значит вы истинно мои ученики и познаете истину. И истина сделает вас свободными. Мы семья Авраамова и никогда не были рабами. В каком смысле мы будем свободны? Истинно говорю вам. Всякий, кто грешит, есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно. Если сын освободит вас, истинно свободны будете. Да, вы семья Авраамова, но хотите убить меня, ибо слово мое не вмещается в вас. Я о том говорю, что у отца моего видел. А вы то делаете, что видели у своего отца. Если бы вы детьми Авраама были, вы бы делали то же, что делал он. Я вам всего лишь сказал истину, которую слышал от Бога, а вы меня убить хотите. Авраам такого не делал. Вы же делаете то, что ваш отец делал. Бог, сам Бог, вот единственный отец наш, и мы есть истинные его дети. Если бы Бог был ваш отец, вы любили бы меня тогда, потому что я от Бога исшел и пришел сюда. И я не сам от себя пришел, нет. Он послал меня. Вы не понимаете речи моей от того, от того, что не можете слово моего слышать. Вы дети дьявола, он ваш отец, и вы хотите исполнять похоть отца вашего. Он всегда был человек-убийцей, всегда, от начала, и не устоял в истине. Ибо истины нет в нем и не было. Говорить неправду, это совершенно естественно для него. Ибо он лжец, и не просто лжец, он отец лжи. И когда я говорю истину, вы поэтому и не можете поверить в мне. Не слушайте его! Кто из вас докажет, обличит меня в грехе? Почему же, когда я говорю истину, вы мне не верите? Кто от Бога, он слушает и слышит слова Божьи. А вы не от Бога, вот потому вы и не хотите меня слушать. Но разве мы не правду говорим, что ты самарянин, и что бес вселился в тебя? Нет во мне беса, но я... Я чту отца моего, а вы бесчестите за это меня. Впрочем, я не ищу славы для себя. Но есть ищущий и судящий, и он меня благословляет. Истинно вам говорю, кто соблюдет слово мое, вовек смерти не узнает. Ну, теперь ясно, что в тебе бес сидит. И Авраам умер, и все пророки умерли. А ты говоришь, кто соблюдет твое слово, тот не умрет никогда. Даже Авраам, отец наш, умер. И ты говоришь, что ты больше Авраама, что ли? И все пророки умерли тоже. Да кто ты такой, а? Если бы я славил сам себя, то такая слава ничего бы не стоила. Меня прославляет отец мой, которого вы своим богом называете. Вы не познали его, а я знаю его. Если я скажу, что не знаю его, я такой же лжец буду, как вы, но я знаю его и соблюдаю слово его. Ваш отец Авраам, он был очень рад, что увидит день мой. И он его увидел и возрадовался. Тебе еще и пятидесяти нету. Ты видел Авраама? Истинно говорю вам. Прежде чем родился Авраам, я есть. Что вы говорите? Это не сын и грязный пес. Они стали брать камни, чтобы бросать в него. Бейте его! Его наказать надо, крамольник! Что вы делаете? Лежите! Хватайте его! Убейте его! Нет! Зачем это? Где он? Куда он делся? Но Иисус скрылся и вышел из храма. Лежите, все! Давай, куда он делся! Побежал!